Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В НТЛ-арене собрались почти полсотни дзюдоистов младше 18 лет со всей Самарской области. Среди них два подопечных Геннадия Парсаева. В возрасте до 21 года его воспитанники собрали целую россыпь наград. От младших ребят ждет не меньше. Конечно, любой тренер всегда от любого ученика ждет какой-то определенный результат. Но как винер, я недавно интервью читал, все зависит от самого спортсмена. Я как бы всегда не загадываю, как у нас дзюдо говорят, татай им покажется. После областных соревнований все медалисты автоматически проходят отбор в сборную Самарской области и будут защищать честь региона на первенстве Приволжского федерального округа. Организаторы отмечают, что уровень дзюдоистов этого возраста растет с каждым годом. Уровень борьбы в этом возрасте растет у ребят. То есть для кого-то эти соревнования первые. Кто-то уже опытные ребята. То есть уже они прошли определенный сит отборов. Будем смотреть, будем изучать. Где-то, может быть, и новые у нас имена появятся в сборной команде. Больше всех наград высшей пробы сразу шесть. Забрали ученики первой спортшколы. Второе место поделили самарские армейцы и 11-я школа Олимпийского резерва. У них по три золотые медали. Еще два первых места у ребят из Сызрани. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА